Если меня спросят, чей папа самый лучший на свете, я отвечу, мой. Может быть, это и не совсем так, но я патриот своего папы. Когда на экране появился этот ролик, смех и непослушание, свойственные подросткам, тут же исчезли. У старшеклассников он вызвал бурные эмоции. Некоторые даже не могли сдержать слез. Они будто переосмыслили свое отношение к родителям. Я поняла, что нужно быть более продуманным, когда общаешься с родителями. Идея поговорить об отцовстве возникла у педагогов новой Володарской школы. Мысль с радостью поддержала видновское благочиние. Вместе они проработали план проведения открытого урока на тему христианские ценности в жизни современной семьи. Он включал показ нескольких фильмов, небольшую лекцию, выступления опытных в деле воспитания детей и мужчин. Современные ценности и современный мир, он как-то меняет отношение человека и к семье, и к отцовству, и вообще к любви прежде всего. И на это мероприятие оно направлено на то, чтобы вернуть семейные ценности и отношения детей именно к родителям и к отцам с большую букву. Потому что каждый родитель, он прежде всего желает добра своему ребенку. Одним из спикеров стал глава Ленинского района Валерий Венцель, который сам является отцом двух детей и не понаслышке знает, с какими трудностями может столкнуться мужчина в воспитании подрастающего поколения. Он поделился со школьниками тем, какой должна быть хорошая семья, как наладить отношения с родителями и кто он настоящий мужчина. Самое важное действительно быть готовым стать ответственным. Вот то, чего не хватает в первую очередь в молодых людях, наверное, лет до 25. Вот поверьте, вот еще 10 лет у вас вот эти вот развод шагания ребят будет идти. Потому что ответственность, она приходит с опытом и ответственность, она приходит, преодолевая какие-то препятствия. Особенно актуальным мероприятие стало для молодых людей, будущих пап. На уроке они узнали много полезных вещей, которые смогут применить в будущем. Быть отцом – это очень важно для семьи. И то, что слово «отец», понятие «быть отцом» очень важное для нас и вообще многих людей. В планах у организаторов сделать подобные открытые уроки регулярными и раскрывать другие актуальные темы, относящиеся к развитию молодежи семейных ценностей.